Сейчас осуществляется в том числе с помощью управления ветеринарией и вот Керемеш Цидеевна говорила о работе, которую необходимо производить органов ОПК и районным муниципальным администрациям, сельским муниципальным администрациям. Эта работа должна быть скоординирована максимально. Почему? Потому что действительно на сегодняшний день то, что реально в степи и то, что реально мы получаем по своим данным, это, ну, конечно, это не радикальные цифры, нет, безусловно, но цифры разнятся и разнятся не в нашу пользу. Я имею в виду, вы же понимаете, да, на сегодняшний день по многим видам государственной поддержки иногда работают старые принципы, хотя формально мы сегодня от них отходим. То есть от нас требует роста поголовья животных на территории республики. А мы принципиально занимаем позицию. Вот уже который год Батер Канурович не даст соврать, и Минсельхозе в том числе. Я говорю, что мы наращивать тупо больше не будем. И гнаться вот за этим показателем не нужно и не стоит. Нам нужно на сегодняшний день сохранить то поголовье, которое есть. Но мы можем его сохранить тогда, когда наведем у себя учет. Я очень надеюсь, Миктор Александрович, что вот та система, которую вы сейчас в тестовом режиме в четвертом квартале начнут и прорабатываете, плюс то, что делает ведомство Кермеш-Сидиене, плюс главы администрации, которые здесь присутствуют, и СМО, все вместе, это вкупы, по концу до года, нам даст реальную картину по поголовью мясного скота. Это первая часть, то, что нас интересует на сегодняшний день. Тогда мы, по крайней мере, сохраним вот тот уровень господдержки, который есть на сегодняшний день. Как вы знаете, из года в год он колеблется около миллиарда рублей. Это единственная отрасль экономики республики, куда мы действительно реально такие огромные деньги отправляем. Но она может вырасти, и причем значимо вырасти, если мы вот это поголовье, по крайней мере, существующее, покажем реально в документах отчетных. Теперь, что касается ветеринарной ситуации и связанной с ним статистики отчетности, которые ведется управлением. Я абсолютно согласен с Баттером Конуровичем, и это требование Россельхознадзора, Росуправления ветеринарии, Департамента ветеринарии, Минсельхоза. Но давайте вспомним вот ту ситуацию. На сегодняшний день штатно сколько у вас специалистов в ВИКРС? 435. В республике, так, по-хорошему, 1200 как минимум должно быть специалистов, и тогда мы выйдем по количеству специалистов на поголовье скота и по обрабатываемой документации. Конечно, сегодня технологии 21 века. Сегодня во многом все это в электронном виде. Я хотел бы попросить, и Баттер Конурович, вас в том числе, и вас, Виктор Александрович, так называемые электронные документы обороны. К этому нужно уделить максимальное внимание. Мы сейчас и по МинЭКу, и по Управлению по развитию электронного правительства прорабатываем некоторые вопросы. Вы с профильным вице-премьером, пожалуйста, более внимательно займитесь этим, в том числе. Ну и главное, вот следующий будет выступать Аркадий Конурович, представляя университет. Ту работу, которую мы ведем с университетом, нужно продолжать, потому что специалист с неба не свалится. Его нужно или здесь выращивать, или возвращать из-за пределов Калмыкии, потому что они давным-давно уехали. Но возвращать это сложно, это дорого, в конце концов. Поэтому, внимательно работать с университетом, для того, чтобы, вот как я в начале приветственного условия говорил, вот эти, на примере, девяти ешкулянок, возвращались их годом в год и понимали, что у них работа есть. Твердый заработок. Для начинающего молодого специалиста, те оклады, которые есть у вас, и районы, которые помогают, плюс еще у вас еще и хозрасчет, так я понимаю, Виктор Александрович. Все эти стимулы вместе должны наш ветеринарный отряд увеличить вдвое. Это наша задача. Четыре года тому назад я об этом говорил, у меня была мечта довести до 400, ну тогда с 200. Сегодня уже аппетит растет во время еды, вдвое нужно плясать от цифры 400. И вот тогда мы выйдем из всех вот этих катаклизмов. То, что вот нам сэр Викторич поднял тему, это, безусловно, нужно поправлять. Я имею в виду то, что работает в пределах республики. Там, где работают федеральные ограничения и карантинные мероприятия, тут, к сожалению, мы сделать многое ничего не можем. Хотя вы помните, как мы бились в 2016 году. Я же прекрасно понимаю, не было у нас этого ящера, не было, физически не было, реально не было. Специалисты здесь животноводы, я это просто дилетант говорю, но мне говорили о том, что ящер, живая скотина падает в течение там суток, молодняк там часов падает, но навязали нам под названием надулярный герматик и засадили нас на три года. Я на Совете Безопасности докладывал, двух округов, секретарю Совета Безопасности Николаю Платонычу Патрушу, что это мистичковые интересы, интересы ветеринарной фармацевтической отрасли. Но попали. А попали, опять же, по одной простой причине. Мне три года тому назад говорил тот же Патрушу и тот же Данквердсу, прямо вот не стесняясь, а сколько у вас ветеринаров? А как вы можете гарантированно отвечать? Да у вас же специалистов нет, школы нет. А вообще, когда вы вернули ветеринарию в республику? И они правы были, и мне нечем было открыть.